Создать коллективные иммунитеты от коронавируса – то, на что бросили все силы российские врачи и разработчики вакцины «Спутник ВИМ». За месяц, с момента поступления препарата в Щелковскую областную больницу, прививку сделали более 800 человек. Работа не останавливается ни на день. Станислав приехал в пункт вакцинации на Парковой по направлению Щекаловской поликлиники. Скоро ему предстоит дальняя командировка. – Все готово? – Не больно. – Пожалуйста, вот, это сертификат на бумажном носителе о том, что вы сделали у нас эту вакцинацию. Человек профессионально все сделал, молодец, мягкие руки, вопросов нет. Занимаюсь комплектацией морских нефтегазовых сооружений. На платформе работает порядка 200 человек, и если один человек принес заразу, погибли все. Первый этап вакцинации продолжается. С каждым днем желающих сделать прививку заметно прибавляется. Снято ограничение для пациентов старше 60 лет. Не требуется анализ крови на антитела, который делали в начале кампании. Наличие антител теперь не повод для отказа от вакцинации. Было провакцинировано по Щелковской областной больнице 885 пациентов первой дозы вакцины и 445 пациентов прошли полный этап вакцинации, провакцинированные первой и второй дозой вакцины. Сейчас, после распоряжения президента о проведении массовой вакцинации, мы ждем поступления новых доз вакцины против коронавируса и готовы начать массовую вакцинацию. Вакцинация в городском округе Щелково началась 5 декабря. И вот сюда, в поликлинику на Парково, в 48-й кабинет, приходят люди группами по пять человек. Именно столько доз совмещается в один флакон. Среди пациентов есть люди, которые проходят второй этап вакцинации. Через 21 день после первой прививки Елену Александровну пригласили за вторым компонентом вакцины для закрепления иммунитета. Убедившись в хорошем самочувствии, врачи провожают пациентку в процедурный кабинет. «Указывал второй компонент, он теперь красненький». «Это надо сделать всем сейчас в такой сложной обстановке». «Какие-то ощущения у вас были?» «Не было. Все прошло хорошо». Граждане, прошедшие второй этап вакцинации, тоже получают сертификат. Его все чаще теперь требуют работодатели, принимая решения о трудоустройстве. «Елена Александровна, вам еще вот сертификат о том, что вы полностью провакцинированы от COVID-19. И еще на госуслуги придет в электронном виде». «Прививка – единственный способ защитить собственное здоровье». Запись на вакцинацию открыта через портал госуслуг. Михаил Налетов, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.